Давайте сегодня напишем розовую сакуру, нежный такой будет пейзаж у нас. Я намечаю светло-голубым цветом линию горизонта, это где-то одна треть ниже середины. Гору намечаю, там скорее всего это Футияма, гора знаменитая. Далее озеро будет, речка там, водичка какая-то внизу. Голубым цветом светло-голубой белила, плюс голубой я намешиваю и заполняю все небо горизонтальными линиями слева направо, толстый слой беру красочки, заполняю все небо. То есть картина сама будет вся в нежных цветах, очень нежная, и поэтому цвет голубой тоже такой нежный беру, заполняю. По краскам берите все, что у вас есть розовое, холодное желательно, может быть кропла, карминовое, розовое. Далее немножечко белила, я подмешиваю, капельку, вот можно добавить облачка такие, внизу и справа. Далее солнышко у нас будет, круговыми движениями много красочки я беру. И не надавливаю мастихин, а так слабенькое его движение. И по кругу вот так вот, как будто это лучики, немножечко провожу, то есть мало краски, остатками краски на мастихине, я провожу такие кружочки. То есть, ну, совсем не надавливаю. А в центре, то там уже более-менее ровно кружочек сделайте и много красочки белой берите. Ну, это у нас такое солнышко слева. Далее вот облачка немножечко, такие перистые, чуть-чуть я добавляю. Заполняю еще чуть-чуть неба тут. И справа у нас будет карам. На этот замес светло-голубой я добавляю серый цвет. Если у вас нет серого, можете смешать фиолетовый с белилами, можете черный с белилами. Получится серый цвет. И вот чуть-чуть белила еще добавляю я. То есть, такой светло-серо-голубой цвет. Гора у нас вдали находится, и поэтому все, что вдали, у нас холодного цвета, холодного оттенка. На верхушку я добавляю белила и вот так разношу. То есть, она так немножечко смешивается в центре. То есть, внизу гора потемнее, наверху там снежные такие массы, поэтому там снег и она светлая. Что-то голубенькое я подмешала, что-то серенькое. Можете сразу же чуть-чуть фиолетово-белый добавить туда вниз, серый. Я потом в конце уже это добавлю, но вы можете сейчас добавить. Фиолетовый тоже хорошо для каких-то дали использовать. Далее у нас там будет лесок, деревья. Я беру зеленый цвет, надо намешать его холодным оттенком. Можете в слой зеленый, если у вас теплый, добавить синевый, либо голубой цвет. Он получится таким холодным. Пишем вот какой-то лесочек там. И сверху его подсвечиваем белилами. И такими движениями получается вертикальными. Далее охру и желтый я добавляю и к этому зеленому, и получается зеленый у нас теплый. Лесок идет ближе к нам. Все, что дали у нас холодных оттенков, все, что вблизи теплых оттенков. И теплинку дает именно вот этот вот желтый, красный, охристый цвет. Поэтому в зеленый добавляем желтый охру, белила. Получим такой светло-теплый зеленый цвет. Если у вас есть в тюбике зеленый теплый, то можете его использовать. Еще раз повторяюсь, вдали холодный зеленый и чуть-чуть посветлее, потому что воздушная перспектива работает. Все, что вдали, светлое и холодное. Все, что вблизи, более контрастное, насыщенное и теплее. И далее вот салатовый какой-то желтый, охристый, можно подмешать, высветлить этот зеленый цвет, белила. И добавить на верхушки, на наш лесочек передний, светлых участков. Немножечко буквально. И что-то наоборот, потемнее, вот какой-то там черный, можете фиолетовый добавить или индиго на низ нашего лесочка. Пару движений. Далее водичку напишем, таким светло-голубо-серым цветом. Вот надо отразить наше небо и гору в воде. Краешки слева и справа, вот ближе к нам, можете потемнее сделать. А вдали она посветлее, эта водичка будет. Это речка, либо озеро. И обязательно выровняйте горизонт, вот там, где лесочек. Выровняйте, чтобы ровная линия была. Далее отражение от нашего леса я пишу. Индиго зеленым цветом и горизонтальными линиями. Вытираю обязательно мастихин всегда после цвета. Вот как только мастихин пропадает с кадра, это значит, я его вытираю, имейте в виду. Далее белила. И вдали, больше я добавляю горизонтальных линий, прям блики такие на водичке. А ближе к нам они как бы сходят на нет немножечко. Вытираю мастихин, добавляю, подправляю гору нашу. Чуть-чуть можно зелененького подмешать, но совсем чуть-чуть. И больше холодного его сделать. Холодный. Вот голубой можно подмешать, серый, фиолетовый с белым немножечко. Вот именно на основании горы. Вниз горы. И вот разношу еще белила вот в серединку этой горы. Наши такими вертикальными линиями. Немножечко ее увеличиваю, но это не обязательно. В принципе, можете оставить как есть, потому что у нас там будет веточка сакуры вверху. И оно будет красиво смотреться именно на голубом небе. То есть особо не надо, чтобы она пересекалась с нашей горой. Вот фиолетовинку я добавила. Чуть-чуть фиолетовый смешала с белилами, с этой голубой серой массой светлой. Добавила у основания горы. Подтемнила отражение слева на водичке. Горизонтальными линиями. Дальше беру умбру. Это коричневый цвет. Если у вас нет коричневого, вы можете смешать зеленый плюс красный. Чуть-чуть черного добавить. Или индиго добавить. И вот такими рубленными движениями, рубленными, я провожу. У основания справа эта веточка потолще будет и потемнее. А сейчас я замес такое делаю коричневый плюс охра, плюс желтый, плюс чуть-чуть красненькие. Белила, то есть такой светло-красно-коричневый цвет. И вот именно самые тоненькие веточки я пишу этим цветом. Можете не заморачиваться, в принципе, использовать просто коричневый цвет. И такие вот рубленные веточки получаются. Основание потолще справа, веточки, которые отходят от основания потоньше. Они посветлее и потоньше сами идут. Далее намешиваем цвет для сакуры. Розовый берите, желательно холодный какой-то. Розовый с телесной, можете просто белый смешать. Розовая телесная и белила. И сначала он такой холодный и более контрастный цвет, более темный. И вот такими вот скоплениями я пишу сначала сакуру, добавляю более телесный цвет. Высветляю этот цвет на этой же базе и белила. И на верхушке вот этих вот скоплений я подсвечиваю такими вот, видите, движениями. Такими кругленькими они как будто. То есть кончиком мастихина вытираю мастихин. Смотрите, чтобы не подмешался голубой или коричневый цвет. Толстый прям слой берите и не надавливайте на мастихин. Более белила еще подмешиваю к этому замесу. Вот видите, вот на палитре я прям видно, что высветляю. Больше даже можно желтинки добавить. То есть такой светло-розовый персиковый даже цвет. И кое-где я добавляю. То есть не перекрывайте этот темный цвет. Вот этот темный цвет, это вот тень наших цветочков. Туда, куда не попадает солнышко, там темно-розовый. Куда попадает на верхушке и слева. Цветочки эти, они посветлее будут, то есть больше белил. Или телесные. И такой вот светло-розовый цвет. Кое-где отдельными скоплениями пишу, кое-где их много. То есть разнообразьте эти наши цветочки. Вот вверху я пишу светло-розовым таким. Они как будто разлетаются где-то. Ветер дует, и они падают. Еще сейчас вниз напишу цветочки. И вот именно мастихийным кончиком. Такие кругленькие они получаются. То есть не шариками должны быть эти скопления, а вот такой вот формы. Именно верхушки. Если где-то замазали темноту, то добавьте просто вниз. Темный вот этот розовый цвет ваш. В неразбавленном виде. Где-то слева внизу тоже я добавляю. Там возможно какой-то берег. И просто вот так вот нападало наших цветочков. И опять же внизу потемнее розовый. Вверху посветлее. То есть разнообразьте, видите. Где-то потемнее, где-то посветлее. То есть не все в один тон. И вот я их пишу, где-то захожу на кору, на водичку, на лес. Кое-где буквально вот пару цветочков добавьте. Разлетающихся таких. Это создаст воздушность картины, нежность. Движение в картине. Какой-то сюжет. Кое-где вот так вот я добавляю. Если где-то перекрыли нашу ветку коричневую, то можете ее добавить немножечко. Обязательно цветочками заходите на ветку. Но и она должна, конечно, быть на картине тоже. Вот так вот рубленными такими движениями. Может бочком мастихина ее провести. Главное толстый слишком не делайте, потоньше. И добавьте вот веточку. Протяните кое-где к цветочкам, к нашим скоплениям цветочков. Справа вот у основания обязательно она должна быть потолще. Где-то под самые скопления цветочков можете больше темноты добавить на веточку. Вот именно коричневым этим умрой. Далее в белый в чистом виде я беру и на самой верхушке кое-где, не повсюду, а буквально кое-где блики я добавляю этим белым цветом. Он все равно подмешается немножечко с этим розовым на картине. Кое-где добавьте вот в чистом цвете белый цвет. Слева вот на скопление наше. И в основном его я добавляю ближе к солнышку. На те скопления цветочков, которые ближе к солнышку нашему. То есть туда сама больше падает свет. Равниваю водичку еще немножечко. Вот фиолетовый с белилами я добавляю в водичку. Объедините всю нашу картину. Если промелькнул где-то вот фиолетовый или розовый, его надо обязательно кое-где добавить. В смешанном хотя бы виде. Фиолетовый тут там отражается, потому что, возможно, вот сакура где-то отражается в водичке. Вот я беру розовый. Добавляю немножечко. Смешиваю с этим голубо-серо-белым. И добавляю его в гору даже немножечко. Совсем чуть-чуть, буквально в намек. Поправляю солнышком. Солнышко обязательно круговыми движениями пишите. Подписываю. И наша красивая картина готова. Приятного рисования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова